Правила возврата части затрат на путевки в детские лагеря, регистрация и снятие с учета по месту жительства граждан Российской Федерации, вручение текста Конституции страны при получении первого паспорта. Эти и другие изменения в законодательстве прямо сейчас в рубрике «Правовые новости». 25 мая стартовала программа о возврате части средств за покупку путевки в детский лагерь. Возврат части затрат будет производиться в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации об оплате туристической услуги в размере ее 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну путевку. Также установлено, что подлежит компенсации туристическая услуга, соответствующая следующим требованиям. Например, размещение детей предусматривается в лагерях, которые включены в единый реестр организации отдыха детей и их оздоровления. Оплата путевки производится с использованием российской карты МИР. Внесены изменения в правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с учета по месту пребывания и по месту жительства. Можно будет выбрать любой орган регистрационного учета в пределах городского округа или муниципального района, а для городов федерального значения в пределах их территории. Также для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз, чтобы поставить отметку о регистрации в паспорт. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. Закреплено, что несовершеннолетние дети регистрируются по месту жительства законных представителей, независимо от согласия нанимателя жилого помещения и членов его семьи, а также наимодателя и собственников жилого помещения. По поручению президента страны Владимира Путина, правительство утвердило постановление о вручении текста Конституции при получении первого паспорта. С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Решение коснется 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова